Рисовальная часть. Наш сегодняшний раз начнем с повторения прошлого украшения. Оно оказалось тяжелым вниманием, чтобы не допустить ошибки прошлого раза. Что делаете? Вы в прошлый раз, большинство из вас, как делало, отдельно рисовали лицо и совершенно отдельно всю фигуру. Поэтому получалось, что вот на такую голову, вот такие плечики, или наоборот, вот на такие плечи, вот такая гаузька. Значит, вот давайте первоначально, без всяких глаз, ушей и всего прочего, делаете набросок, на котором был бы понятен тот размер головы, который вы собираетесь делать, тот размер плеч, который вы собираетесь делать, ту длину и толщину рук, то есть вот на меточку, прорисовочку. Только после того, как я прошел и сказал, что да, это, в общем, на что-то похоже, после этого переходим к деталирую. А у него было какое задание было? Задание следующее. Вот мы садимся друг против друга и пробуем нарисовать поясное изображение человека. Вот, смотрите, вы видите над вами. Голова, плечи, рот. Рисовать Андрея. Андрея? А, ну давай, Андрей, ты не против. Или ты хочешь дядь? Нет, вы просто боитесь, что его поле прийти. Это серьезная украина. Есть ли среди вас отложенные люди, которые не боятся, что он будет рисовать поле? Лошадь не боятся. А, Ксюшка, а Ева-то рисовал или нет? Да, рисовал. Нет, он рисовал. Лошадь не рисовал, он хочет. Он меня не рисовал. Не рисовал. И меня рисовал. Вот, он Ева-то не надевал. Так, ну ладно, ладно, ладно. Давайте уступим желание у барышни. Хорошо, поменяйте все вы, Александр. О, по идее, я не рисовал. Пользуйтесь, не обижать, что есть на одну шутку. Нет, нет, Александр. Я не рисовал. Я не рисовал. А, когда вы отроженки, надо было очень короткое время, и результат оказался не здоровым. У меня? Угу. И главная наша задача все-таки попробовать отразить пропорции. Не обязательно внешние скопки.